Это лучшее, что из России после балета, матрёшек и сгущенки. Да, сгущенки. Молочко. Этот фрагмент с Александром Невским уже давно заверусился в интернете и разошёлся на мемы. По нему, конечно же, прошёлся в своё время и Bad Comedian. Поэтому не будем тратить время, обсуждать, насколько это чудовищное кино, и как, прости господи, там оказалась Шерлин Фэн, которую многие из вас наверняка помнят по Твин Пиксу. Нам важно лишь то, что сгущенка тут представлена как одно из базовых клише о России, наряду с водкой и матрёшкой. Забыли разве что про медведя с балалайкой. И действительно, в нашем стереотипном мышлении есть все эти вкус детства, советского сгущенка, сейчас уже такое не делают и всё такое. В общем, сгущенка – это что-то наше, родное. Но так ли это на самом деле? Сегодня в выпуске поговорим об этом, не побоюсь этого слова, культурном феномене, посмотрим, откуда у сгущенки ноги растут и как она завоевала весь мир, от США и Вьетнама до Арктики и Австралии. Прежде чем начнём, не забудьте подписаться и поставить колокольчик. Это действительно очень важно для развития канала, ведь он держится исключительно на моём энтузиазме. А мой энтузиазм, в свою очередь, на ваших просмотрах и интересе к тому, что я делаю. Также буду рад вашим комментариям и лайку, если видео вам понравится. Итак, сгущенка. Начнём сразу с подрыва устоев, так что лучше присядьте, если стоите. Сгущенка – это вовсе не советское изобретение. Как и почти всё, что мы привыкли читать своим родным. Как та же докторская колбаса, тушёнка, даже наш батон. Это американский батон, американская колбаса и, конечно же, американская сгущенка. Она же конденсed milk. Но давайте по порядку. Эта история началась в 1851 году, когда американский бизнесмен и изобретатель Гейл Борден отправился на лондонскую всемирную выставку и там представил публике своё ноу-хау – дисквиты из дегитарированного мяса. За своё потрясающее изобретение он получил золотую медаль и нашу благодарность, так как без этих сублиматов по сей день не обходится ни один поход. После выставки он сел на корабль и, довольный, поплыл обратно в Америку. Но по пути он стал свидетелем трагедии. На корабле были две коровы. Да, в те времена многие корабли, которые отправлялись в дальние плавания, напоминали Ноев ковчег. С собой брали коров, телят, кур и овец. Конечно, не чтобы они мир посмотрели, а чтобы свежая еда всегда была у путешественников под рукой. Но те коровы оказались больны и вскоре погибли. А следом скончалось и несколько детей, которые пили заражённое молоко. Этот случай настолько потряс Гейла, что он решил во что бы то ни стало придумать безопасный способ хранить и перевозить молоко, чтобы ни один ребёнок больше из-за этого не погиб. Так ли всё было на самом деле, я не знаю. По крайней мере, именно так эту историю рассказывает Леонард Паненко в своей книге «Гейл Бороден. Отец современной молочной промышленности» из серии «Люди, которые сделали Америку великой». Как бы то ни было, но спустя 5 лет и множество экспериментов Борден пришёл в патентное ведомство со своей новейшей разработкой вакуумных полостей для экстракции жидкости из молока и получил патент на это изобретение под номером US 15553. Так что 19 августа 1856 года – это официальный день рождения сгущёнки. Пометьте у себя в календарике. В том же году Борден вместе с партнёрами открывает в штате Нью-Йорк первый завод по производству сгущённого молока под брендом «Игл», то есть «Орёл». Вообще как-то странно, да? Если бы мне сейчас пришла задача придумать название и логотип для компании по производству молочных изделий, то, наверное, «Орёл» был бы последним в списке возможных идей. Но тут надо отдать должное маркетинговой чуйке Бордена и немного погрузиться в исторический контекст. Вторая половина XIX века в Америке – это прежде всего гражданская война между Севером и Югом из-за спора об отмене рабства. Да, сами боевые действия начались лишь в апреле 1961 года, но противостояние между Рыбовладельческим Югом и, скажем так, капиталистическим Севером велось на политической арене задолго до этого. И, наверное, вы уже догадались, к чему я веду. Южане в качестве официального символа взяли себе вот такое изображение Джорджа Вашингтона. А сторонники Линкольна сохранили за собой символику, которая идет еще со времен войны за независимость. Вот этого всем хорошо известного «Орла», который держит в клюве ленту с надписью «E pluribus unum» – из многих единое. И теперь становится понятно, чем именно руководствовался Борден при выборе айдентики для своей компании. Да, он позиционировал свой продукт как национальный символ и не прогадал. Обратите внимание, что вместо «E pluribus unum» тут на ленте написано его имя и название бренда. Да, в тщеславии ему не откажешь, но это сработало. С первых же дней войны он получает крупные заказы на сгущенку, и она быстро становится неотъемлемым продуктом для снабжения союзных войск. И вот к моменту окончания войны, то есть к 1865 году, у Бордена уже было несколько заводов, и он стал одним из самых крупных американских промышленников своего времени. А сгущенка вместе с военными, которые возвращались к мирной жизни, перекочевала с полевых на домашние кухни. И тут надо вновь отдать должное маркетинговой чуйки Бордена. Ведь одно дело скармливать, что попало солдатам, у них и особого выбора-то нет. А совсем другое – это завоевать потребительский рынок. Ведь совершенно непонятно, зачем переплачивать за какое-то странное молоко в банке, если у тебя есть коровы, из которой и так можно пить. Какие тут могут быть варианты? Есть разные способы продвигать свой продукт, но самое эффективное – это, конечно же, дискредитация своих конкурентов. Что Гейл Борден и сделал. Он начал довольно агрессивную кампанию против самого молока. «Не рискуй с плохим молоком!» – гласила одна из рекламных афиш того времени. Сгущенка позиционировалась как более качественный заменитель свежего молока. Более вкусный, более свежий, более безопасный и, что самое главное, более полезный. Вопрос для маркетологов. Для какой категории потребителей прежде всего важны полезные свойства продуктов? Подумали? Думаю, ответ очевиден. Конечно же, для матерей. Мамы всегда готовы переплачивать, если их убедить в том, что что-то сделает их детишек здоровее, умнее и тому подобное. Они-то и стали целевой аудиторией масштабной рекламной кампании, которую развернул Борден по всей Америке. Во всех журналах и газетах появлялись вот такие упитанные пупсы, которые с ошалевшими глазами поглощали сгущенку. Дети, которые с младенчества ели сгущенное молоко фирмы Борденс Игл Бренд, здоровые и сильные, и, как правило, проявляют исключительные умственные и физические способности. В общем, в конце 19 века сгущенка перестанировалась как суперфуд, который очень быстро набирал популярность не только в Америке, но постепенно просачивался и на европейский рынок. В 60-х годах в Швейцарии была основана Anglo-Swiss Condensed Mill Company, а в 1878 году завод по производству сгущенки открыл всем нам хорошо известный Генрих Нестле, бренд которого, к сожалению, совсем недавно ушел из России. Эти и другие бренды переняли американский опыт таргетированной рекламы для мам, и теперь уже в европейских журналах красовались лоснящиеся от здоровья дети, взросшенные на сгущенке. Вот тут такой крепыш дает совет чудушному малышу. Съешь что-нибудь от Melons Food, это такой английский производитель, я вообще живу на них. Но что особенно круто, тогдашние маркетологи нашли подход и для европейских эмансипированных мам, которых вовсе не радовала перспектива грудного вскармливания. Как вы, может быть, слышали, в античности аристократки предпочитали пользоваться услугами кормилец. Так вот, в одну из реклам тут как раз возлежит такая благородная мама с малышом на коленях, и к нему идет кормилица с банкой сгущенки от Anglo-Swiss Condensed Mill Company. В общем, такие дела. Мама больше не нужна. Но справедливости ради, надо сказать, что какой бы крутой ни была реклама, сгущенка, не будь она все же такой вкусной, вряд ли стала бы такой популярной. На одной пользе далеко не уедешь. В итоге, мода на нее дошла и до Российской империи. Самое лучшее из всех до ныне запретенных средств, заменяющих материнское молоко, сгущенное молоко Nestlé. О нем писал даже Менделеев в 1891 году. Сгущенное молоко поныне ввозилось в Россию из Швейцарии и Америки, где оно более всего готовится. Но товар этот уже начали готовить в России, и мне известны образцы, отлично приготовляемые. А потому можно надеяться по общей манере развития русских производств, что через несколько лет не только прекратится иностранный ввоз, но и получится и русский вывоз. Но, увы, этого так и не случилось. Даже во время русско-японской войны сгущенка для нужной российской армии поставляла фирма Nestlé, которая к тому моменту уже превратилась в общеевропейского монополиста. В 1905 году Nestlé объединила почти все известные европейские бренды и даже подмяла под себя Anglo-Swiss Contents Mill Company. Более того, Nestlé даже начали конкурировать с тем самым Bordens Eagle Brand, вытесняя американцев с азиатского рынка. Особенно активную деятельность они развернули во Вьетнаме, где, так же, как это было в Европе 40 лет назад, газеты и журналы заполонила реклама все с той же риторикой. К сожалению, я вьетнамский не знаю, но благо есть современные технологии перевода текста по фото. Поэтому возьмем этот заголовок и загоним его в Яндекс.Переводчик. Имя Nestlé – это дух в этом мире. Это не только для тех, кто родил ребенка, но и для тех, кто уже родил ребенка. Да, видимо, здесь какая-то непереводимая игра вьетнамских слов. Может, у Гугла выйдет лучше? На Nestlé молоко – лучшее молоко в мире. Только человеческим молоком легко кормить кормящих детей. Нет, ну не поспоришь, конечно. Вот вам лайфхак на будущее – кормящих детей кормите только человеческим молоком. Но, несмотря на то, что машинный перевод пока что никуда не годится, суть мы в целом и ловили. Сгущёнка – это круто. Nestlé быстро завоевывает рынок, и сгущёнка во Вьетнаме становится не просто популярна. Она становится неотъемлемым продуктом в национальной кухне. Вы наверняка знаете или пробовали кофе по-вьетнамски. Вместе с бешеным трендом на фобо и вьетнамской забегаловке, он тоже стал очень популярен в России. Но, по сути, это просто кофе со сгущёнкой. А ещё вот этот райский напиток под названием «Манго Шейк». Он тоже без сгущёнки не обходится. Но это всё лакомство для изнеженных европейцев. Сами вьетнамцы пошли ещё дальше. Они добавляют сгущёнку даже в маринады для курицы и мяса. Или вот популярный соус для морепродуктов – Мойо Цянь. Рецепт, кстати, очень простой. 20 грамм зелёного перца чили, сок лайма, 20 грамм сахара, пара щепоток соли, листики лайма, и всё сдобрить несколькими столовыми ложками сгущёнки, подавать к креветкам. Приятного аппетита! Этот продукт настолько плотно вошёл в обиход вьетнамцев, что выражение «соо бо», которое дословно переводится как «молоко коровы», теперь обозначает именно сгущёнку. А консервная банка из-под сгущёнки стала главным мерилом веса, как у нас, например, в Мухинске гранёный стакан. Даже появилось выражение «лон гао» – банка риса. В общем, к 30-м годам 20-го века сгущёнка уже завоевала весь мир. На неё подсели и в США, и в Латинской Америке. На неё молились по всей Азии. Она даже зашла австралийским аборигенам. Но есть у нас тут на карте белое пятно. Причём огромное. Да, это СССР. После революции поставки сгущёнки за границы значительно сократились. Своё производство так наладить и не сумели, а жизнь и без того не сака. Нужна сгущёнка. Так решил и нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян. И в 1936 году он с официальной делегацией отправляется в США, чтобы перенять западный опыт и технологии в пищевой промышленности. За два месяца пребывания в США я ознакомился также с предприятиями молочной промышленности штата Висконсин. Мы посетили фермы с механизированной дойкой коров, опытные заводы и экспериментальные лаборатории. Всё это помогло нам потом в разработке проектов и строительстве в стране заводов по изготовлению сгущённого и сухого молока. Уже к концу 1936 года в стране было открыто несколько комбинатов по производству не только самой сгущёнки, но и консервных банок по всем американским стандартам. Не хватало лишь одного – этикетки. Благо, с графическим дизайном в 30-е годы в СССР всё было зашибись. За разработку взялась Рейда Фомина, уже довольно известная к тому времени художница и книжный график. Несмотря на то, что авангард к концу 30-х уже был на исходе, предложенный ей вариант одобрило высочайшее начальство. И в 1939 году миру была явлена эта уже ставшая классикой синий-белая банка сгущёнки. Вне всяких сомнений, этот дизайн сам по себе стал брендом, поэтому он без особых изменений тиражируется и по сей день. Так что настоящая сгущёнка в нашем представлении должна быть именно с этой этикеткой. И подобно банкам Супа Кэмпбелл, банка сгущёнки также заслужила право стать арт-объектом. Это, конечно, не Энди Уорхол, но в 2008 году студия Артемия Лебедева сделала вот такой классный плакат «Молоко», за что им отдельное спасибо. В том же 1939 году сгущённое молоко уже занимает заслуженное место в книге о вкусной и здоровой пище как натуральный и высокопитательный продукт. Однако, несмотря на налаженное производство, сгущёнка всё равно оставалась дефицитным товаром, особенно если учесть, что в первую очередь она шла на нужды армии. Кроме того, если мы приглядимся к этикетке повнимательнее, то увидим вот такую странную надпись. Цена 1 и 2 пояс 55 копеек, 3 пояс 62 копейки. Вообще, для нас сейчас, наверное, покажется странным сам факт того, что на банке написана цена. Но не стоит забывать, что в СССР, по крайней мере, на государственном уровне, экономика была не рыночная, а плановая. То есть, фиксированные цены устанавливались сверху, и на местах никакой ценовой конкуренции не было. Однако, если на нормальном рынке продавец, чтобы не нести убытки, может закладывать стоимость издержки на транспортировку и тому подобное, то как с этим быть в условиях плановой экономики? И таким костолём стало разделение страны на так называемые ценовые пояса. И как вы, наверное, уже догадались, всего их было 3. В первый пояс входили Москва, Ленинград, Прибалтика, столицы союзных республик и всякие закрытые города. Там была нормально налажена логистика, поэтому и цены на товары были самые низкие. А вот доставить что-то на крайний север, на новую землю или Колыму, это уже гораздо сложнее. Поэтому эти регионы выделили в тот самый третий пояс, где сгущёнка стоила на целых 7 копеек дороже. И это касалось вообще всех товаров. Но справедливости ради, надо сказать, что и зарплата в третьем поясе была чуть выше. За работу в этих удалённых и суровых регионах выплачивались особые надбавки, которые называли северными. Не знаю, насколько они компенсировали разницу в ценах. Если кто-то знает, то пишите в комментариях. Будет очень интересно послушать истории про освоение северных территорий. В общем, как-то так, к середине 20 века сгущённое молоко ровным слоем размазалось по всей планете. К нему пристрастились даже белые медведи в Арктике. Не знаю, вредна ли им сгущёнка, но, наверное, если знать меру, то ничего страшного. Надеюсь. Однако, остался последний вопрос. Кто и когда догадался её сварить? Чё, хотел варёнки? На. Только с пола не ешь. Да, старожилы наверняка помнят все эти страшилки про взорвавшиеся на плите банки. А кто-то, может, и сам пережил этот травмирующий опыт. Приходилось ли вам отскребать сгущёнку с потолка на кухне? Признавайтесь в комментариях. Ну а кто придумал это первым? Тут мнения расходятся. Есть байки, что каким-то образом варёнку изобрёл сам Микоян или его сын, в то время как аргентинцы с пенной у рта доказывают, что это их изобретение. Кстати, латиноамериканское происхождение вполне может быть правдой. Ещё в конце 19 века популярность там получил десерт Дусе де Лече. По сути, это такая слабоварённая сгущёнка. А вот в СССР в продаже такого продукта не было. В тех же книгах о вкусной и здоровой пище вплоть до 90-х годов упоминаются лишь такие модификации, как сгущённые сливки или консервированное какао и кофе со сгущёнкой. И, судя по всему, эти коричневые банки с варёнкой появились лишь в конце перестройки. Напоследок стоит напомнить, что вопреки распространённому мнению, консервы не хранятся вечно. Так что любители старины не советую пробовать сгущёнку, которую вы вдруг нашли в бабушкином погребе. Есть тут только одно исключение. Если банка лежала в вечной мерзлоте, то всё ок. Такой эксперимент специально проводил Росрезерв в 2004 году. Да-да, мы не знали, а у нас тут свои разрешители мифов работают, оказывается. В 2004 году на склад полуострова Таймыр в бидон Росрезерва были заложены образцы консервов в молоко, цельно сгущённое с сахаром, и достали их лишь через 6 лет. Исследования 2010 года показали, что молочные консервы, молоко сгущённое с сахаром сухонского молочного комбината, хорошо сохранились в условиях низких отрицательных температур. И уже самое последнее, так сказать, хозяйки на заметку. Вне вечной мерзлоты сгущёнка хранится не более 12 месяцев. И чтобы избежать проблем, внимательно смотрите вот на эту маркировку на крышке. В начале буква М, то есть это продукт молочной отрасли. Далее следует двузначный код производителя. А это самое главное, ассортиментный ряд товара. У классической сгущёнки с жирностью 8,5%, тут обязательно должна быть цифра 76. Это значит, что всё приготовлено по ГОСТу. Если на банке какие-то другие цифры, то, скорее всего, это подделка. Как было, например, в 2018 году, когда в продаже в некоторых регионах появилась вот такая сгущёнка с цифрой 50. Вроде как от проверенного производителя. Затем маркируется номер смены и на второй строчке дата выработки. День, месяц, год. Так что следите за сроком хранения и остерегайтесь подделок. А то будет, как в игре Atomic Heart. Сгущёночка. Ну а на этом у меня на сегодня всё. Пойду что ли сгущёнки съем? Чего и вам желаю. И не забывайте подписываться на канал. С вами был Фил и канал FeelIt. Всем пока!